Это новости на 24КЗ. Мы в прямом эфире. В студии работает Хасан Исраилов и я, Жанна Хусаинова. Здравствуйте. И начнем с событий в мире. Число жертв тропического шторма Траме на Филиппинах достигло 85 человек. Еще свыше 40 числятся пропавшими без вести, сообщает АйПи. Непогода вызвала оползни и наводнения в провинциях на севере и востоке страны. За сутки в этих регионах выпало больше двухмесячной нормы осадков, затоплены дома и сельхозугодья. Нарушены электроснабжения, отменены авиарейсы, закрыты школы. В эпицентре стихии оказались свыше 5 миллионов жителей. В эвакуационных центрах находится больше 6 тысяч человек. В ликвидации последствий стихийного бедствия задействованы полиция и пожарные. Предварительную сумму ущерба инфраструктуре и сельскому хозяйству оценили в 6,5 миллионов долларов. Отмечу, на Филиппинах, в состав которых входит около 7 тысяч островов, ежегодно происходит до 20 тайфунов и штормов. Траме уже 11 по счету с начала года. Грузовик протаранил автобусную остановку в пригороде Тель-Авива. В результате пострадали 37 человек, передает Иерусалим пост. Раненых доставили в местные больницы. Один из них находится в критическом состоянии. Инцидент произошел недалеко от военной базы. Там располагаются штаб-квартира Моссада, а также разведывательные подразделения армии обороны Израиля. Злоумышленника нейтрализовали на месте. По данным изданиям, полиция расценивает инцидент как теракт. Идет расследование. Иран оставляет за собой право отреагировать на удары Израиля, заявил министр иностранных дел страны. По словам Аббаса Аракчи, действия Израиля нарушают суверенитет и территориальную целостность Ирана, а также международное право и устав ООН. Политик призвал организацию объединенных наций осудить атаку и созвать по этому поводу срочное заседание. Отмечу накануне, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не отвечать на атаку Израиля. Политик возвал стороны к сдержанности для достижения мира на Ближнем Востоке. В Узбекистане стартовали парламентские выборы. Право на голосование имеет почти 20 миллионов человек. Для них открыли 10 тысяч избирательных участков, 57 из которых находятся в 40 странах. За выборами следят 65 тысяч местных и 850 международных наблюдателей. Всего в кампании участвует 5 партий. Либерально-демократическая партия Узбекистана, демократическая партия Мили, Теклина, Теклиниш, экологическая партия, народно-демократическая партия Узбекистана и социал-демократическая партия Адолат. Выборы впервые проходят по смешанной системе. Избиратели голосуют не только за одну из партий, но и выбирают депутатов по одномандатным округам. 75 депутатов избираются гражданами, еще 75 по партийным спискам. Отмечу, проведение экзитполов не предусмотрено. Предварительные результаты голосования станут известны завтра. Парламент избирается сроком на 5 лет. Кандидат в президенты США Дональд Трамп потребовал от Камалы Харрис пройти тест на IQ. Республиканец считает, что у его соперницы низкий коэффициент интеллекта. Своё мнение Трамп пояснил так. В интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Харрис не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы. Это указывает на то, что с ней что-то не так, считает Трамп. Ранее он также предлагал пройти тест на умственные способности Джо Байдену до того, как тот выбыл из президентской гонки. Позиция Трампа такова. Все претенденты на пост лидера Соединенных Штатов обязательно должны проходить когнитивные тесты. О событиях в нашей стране пожар вспыхнул в одном из торгово-развлекательных центров Атырау. На кадрах, опубликованных очевидцами в соцсетях, видно, как люди покидают здание в спешке, стараясь выбраться на улицу. В МЧС информацию подтвердили, сообщив, что спасатели эвакуируют посетителей. На данный момент информации о пострадавших нет. Более ста социальных объектов появились в области Абай за последние два года. В городах и районах построили школы, врачебные амбулатории и жилые дома. В рамках утвержденного правительством комплексного плана развития в регионе стали повсеместно решать многолетние социально-бытовые проблемы. Асем Утешева продолжит. Первым делом, после того, как Семей стал областным центром, в городе модернизировали систему теплоснабжения. Отремонтировали котельные и заменили почти 40% тепловых сетей. Наладили и работу общественного транспорта. Прежде жителям приходилось подолгу ждать автобусы. Привели в порядок свыше 500 километров дорог. Жители области с удовольствием отмечают положительные перемены. И дороги лучше стали, и дворовые места, детские места очень хорошие. Много возле Иртыша, много изменений. Поэтому мы очень рады, мы очень довольны. Почти в каждом дворе теперь есть детские площадки. Раньше такого не было, улицы стали заметно чище. Появилось много общественных пространств. Все делается для комфорта людей. Вливание средств из республиканского бюджета в область напрямую способствовало развитию строительства в городах и районах. За два года в регионе сданы в эксплуатацию почти 4,5 тысячи квартир. Ко дню республики ключи получили еще 30 жителей Семея. Жалоб стало меньше поступать, так как очередники видят динамику. После каждого предоставления мы проводим инвентаризацию, и очередь хорошо продвигается. Получение областного статуса положительно повлияло и на прогресс бизнеса. К примеру, за два года производственная мощность автосборочного завода увеличилась на 30%. В год предприятие выпускает полторы тысячи тракторов, столько же грузовых автомобилей и 4 тысячи грузовых машин. Планы у нас грандиозные. На следующий год планируем запуск новой сборочной площадки с полным циклом. То есть это будет и сварка кузовов, и покраска. На заводе работают 430 человек, в производстве занято порядка 300. Средняя зарплата 300 тысяч деньги. Практически в 1,7 раз увеличилась доля собственного дохода региона. То есть это говорит о том, что регион достаточно динамично развивается. Благодаря именно увеличению бюджета это позволило практически в полтора раза минимум увеличить основные направления инфраструктурного развития и качество жизни населения. Только за эти последние два года было создано более 44 тысяч рабочих мест. Удалось возродить два района – Жанасмейский и Макончинский. Такой шаг позволит уделить больше внимания развитию этих территорий, считают местные власти. К слову, из 102 мероприятий, отмеченных в комплексном плане, в этом году реализуется 74. Общий объем инвестиций составил 1,9 триллионов тенге. Асим Утешевым идет Мирханов, 24КЗ, область Абай. Новый водопровод заработал в селе Кулан-От-Пес Нуринского района Карагандинской области. Жители ждали этого события больше 20 лет. Теперь чистая вода есть в каждом доме. На эти цели из областного бюджета выделили 162 миллиона тенге. Леана Жамлеханова с подробностями. В селе Кулан-От-Пес новый водопровод протяженностью более 3 километров провели к 92 домам. Целое поколение сельчан выросло в ожидании этого события. В начале нулевых годов воду в село поднимали и скважины. Но из-за нехватки бюджетных средств водопровод провели не ко всем домам. Теперь же все дома обеспечены чистой питьевой водой. Подрядчики Семежан Димбаев рад, что работы закончены в срок. В поселке установили водопроводные колодцы размером 1,5 метра в количестве 23 штуки. Все работы произведены согласно проектно-смертной документации и в полном объеме. До запуска нового водопровода сельчане набирали воду в колонках. Зимой они перемерзали и ломались. А теперь вода есть в каждом доме. Достаточно открыть кран. Поэтому житель Даулеткель-Десыздыков доволен, что можно пользоваться стиральной машинкой и водонагревателем. Чистая вода поступает прямо в дом. Поэтому у населения нашего сейчас очень большое, хорошее настроение. Жизнь продолжается. Люди, которые отсюда уехали, когда приезжает сюда хозяйство, они с собой даже забирают нашу воду, потому что очень качественная, хорошая вода у нас оказалась. В Нуринском районе 37 сел. Из них 29 обеспечены питьевой водой. Руководитель отдела ЖКХ Нуржан Оралбаев поделился планами, в скольких еще селах жители вскоре получат чистую воду. Для обеспечения чистой питьевой водой малых населенных пунктов устанавливаем модульные комплексы. Такая работа запланирована в этом году в трех селах. В настоящее время работы ведутся в двух. В целом у нас 95,6% населения с водой. Всего в Карагандинской области 342 села. В них проживает 209 тысяч человек. На сегодняшний день 95% сельчан обеспечены водой. В следующем году планируется реализовать еще 32 проекта по строительству водопровода. На эти цели из бюджета предусмотрено 4 миллиарда 800 миллионов тенге. Больше тысячи километров дорог заасфальтируют в Туркестанской области. Чуть больше половины запланированного объема работ завершат уже к концу года. В частности, новое дорожное полотно скоро появится в пригородных селах Кентау. Там уложат асфальт сразу на 30 улицах. Ербул Абишев расскажет. Житель пригородного села Карнак Абдисамид Саидов вспоминает весеннюю распутницу. Говорит, много лет улицы утопали в грязи. По этой дороге наши дети ходят в школу. Как жалко было на них смотреть, когда кругом грязь. Сейчас радуемся. На улицах Уштубе и Науаи уже стелют асфальт. Надеюсь, скоро он появится и на нашей улице. В селе Карнак заасфальтируют сразу 10 улиц. С каждой из них длиной почти в километр. Такой же объем работы дорожной службе предстоит провести еще в двух селах. В населенных пунктах Карнак и Байдилда планируется провести средний ремонт на 28 улицах. Их общая протяженность больше 16 километров. Сейчас укладывают асфальт. После завершения работ к 20 октября мы пригласим специалистов из национального центра, чтобы они проверили качество выполненных работ. За последние четыре года в Туркестанской области таким образом контролировали почти 1300 объектов строительства дорог. И большую часть из них пришлось переделывать заново. Кроме дорог республиканского и областного значения, мы 330 раз проверяли строительство и качество среднего и капитального ремонта улиц в городах и селах. Изъяли около 11 тысяч проб асфальта. 4 тысячи из них не соответствовали стандартам. На данный момент та же специалисты выявили 2235 дефектов, из которых более 2000 уже устранили. Выявлены дефекты подрядной организации исправили. Такая переделка обошлась им почти в 2 миллиарда тенге. Ербулабишев, Жан-Дозумабек, Ербулатабиш, Куанышабуев из Туркестанской области. Больше 200 комфортных школ строят в Казахстане. Главная миссия проекта – ликвидировать трехсменное обучение и заменить все аварийные школы на новые. Это обойдется бюджету почти в полтора триллиона тенге. Сабина Балашкина расскажет. Больше 300 школ на 530 тысяч мест строят в Казахстане. Из них более 200 возводят по проекту «Комфортная школа». Их планируют сдать в эксплуатацию до конца 2025 года. Новые учебные заведения разгрузят школы с трехсменным обучением. Их особенность – в едином стандарте строительства, позволяющем создать функциональную и безопасную образовательную среду. В них есть отдельные блоки для учащихся, начальных и старших классов. В кабинетах современное оборудование и эргономичная мебель. А главное сердце любой школы – педагог. Для них тоже создают условия. За последние пять лет зарплаты учителей выросли вдвое. Их еженедельная нагрузка снизилась с 18 часов до 16 часов. Средняя зарплата молодых педагогов – 350 тысяч тенге. Айбат Сабит – призер различных олимпиад. В последний раз участвовал в Республиканской олимпиаде по экономике и финансовой грамотности. Говорит, что такие соревнования помогают не только развивать интеллектуальные способности, но и готовиться к будущей профессии. Он начитает стать экономистом. Ему помогают учителя, а также интерактивные возможности школы. Претендует на «Алтенбельгэ» и владеет тремя языками. В моей школе мне нравятся мои учителя, потому что их уроки интересно слушать. Они очень приятные люди. Я не знаю, что они делают, но мне очень интересно слушать их уроки, как они доступно объясняют все. Мне особенно нравится, как они связывают уроки с реальной жизнью. Это показывает важность всего, что мы сейчас учим. За последние три года обладатели «Алтенбельгэ» стали чаще выбирать профессию педагога. В прошлом году на государственный грант в ВУЗы поступили 1450 выпускников. В этом уже на 350 человек больше. К слову, сегодня в школах страны работают почти 142 тысячи молодых учителей. Сабина Балашкина, Марат Дихамбаев, Асхатка Рукойшиев, 24КЗ. 25 миллионов листов исторических материалов архива президента перевели в электронный формат. Всего там хранится полтора миллиона документов. На то, чтобы создать их цифровые версии, потребовалось 10 лет. Для столь масштабной работы установили 10 станций, которые сканируют до 15 тысяч документов в год. В результате для исследователей удалось создать виртуальный читальный зал, где некогда секретные материалы стали общедоступны. Репортаж Индируем Горбаевой. Архив президента Республики Казахстан – правоприемник архива Компартии КАЗ СССР. Старейшие документы здесь хранятся с 1917 года. Это настоящая сокровищница для изучающих историю 20 века. Но ценные бумаги по разным причинам в силу их ветхости или особой исторической важности брать в руки не разрешается. А вот оцифровка дает возможность исследователям получить доступ к важной, порой эксклюзивной информации. Если раньше исследователь приходил, оставлял заявку, смотрел описи, ну это где-то два дня он должен был только ознакомиться с описями дел. То есть необходимо же сохранить температурно-влажностный режим хранения документов. Поэтому перед выдачей исследователям документы должны отлежаться. То есть сейчас данная процедура у нас была оптимизирована в связи с тем, что у нас вот все было оцифровано, у нас есть электронный каталог. Мы в день в день уже можем предоставить документы. Эти сканеры последнего поколения в считанные секунды позволяют сохранить исторический документ в том виде, который он имел на момент оцифровки. Доклады на пленумах Компартии, личные дела репрессированных, фотографии и переписки. Вот, например, при оцифровке случайно обнаружена подлинная рукопись «Халык Хахармане Тлеугале Абдебекова», где он делится с товарищем новостью о том, что служит снайпером. Все эти огрехи оригинала со всеми кляксами и заломами переместятся в электронную копию. Что попадалось им на руки, можно вот так сказать, на таких бумагах и писали документы. То есть встречаются кусочки обоев, например, или бумага, которая предназначалась не для письма, а, например, для обертки. На сегодняшний день архивный фонд насчитывает полтора миллиона единиц документов. За последние два года количество объемных папок увеличилось на 800 тысяч. Это связано с тем, что спецслужбы и правоохранительные органы передали в архив ранее засекреченные файлы. Медиа Дусимбайулы говорит, что впереди еще много работы по их реставрации и оцифровке. В среднем один человек, например, специалист в день может сосканировать до 2000 страниц. 2-2,5 секунды максимум на одну страницу уходит. Архив президента – один из первых, где оцифровка проходит стремительными темпами. Парк компьютерной техники обновляют каждый год. Все электронные копии документов мигрируют в базу данных архивного фонда. Посетители электронного читального зала уже активно им пользуются. Вскоре материалы будут доступны на сайте архива президента, так что едва ли не каждый желающий сможет их изучать, не выходя из дома. Индира Унгарбаева, Радик Джакупов, 24КЗ, Алматы. День работников социальной защиты отмечают сегодня в Казахстане. Этот праздник был учрежден в стране в 2011 году, и с тех пор ежегодно представители этой благородной профессии чествуют в последнее воскресенье октября. Они становятся настоящими помощниками и даже нередко искренними друзьями подопечных. К примеру, в Петропавловске соцработники помогают в быту почти 500 горожанам. В Петропавловске помощь одиноким лицам с особыми потребностями и людям преклонных лет оказывают 61 социальный работник. Дважды в неделю они навещают своих подопечных, приносят продукты, лекарства, сопровождают в поликлинике. В городе Петропавловск функционирует 5 отделений социальной помощи на дому. Получают специальные социальные услуги, 494 получателя услуг, одинокие, одинокопроживающие, лица с инвалидностью, престарелые. Получают 8 специальных социальных услуг. Это в основном социально-бытовые, социально-правовые, медицинские, социально-трудовые. В профессию соцработника Айгуль Сальжанова пришла 4 года назад. Говорит, с подопечными общий язык нашла быстро. Работу свою люблю, работа ответственная. Но когда работа, как говорится, по душе, тогда и работать легче. Надеюсь дальше продолжать, насколько хватит, как говорится, возможностей, сил. Но желание есть, мне нравится, я нашла себя. На попечении Айгуль находятся 9 одиноких пенсионеров и людей с особыми потребностями. Каждый день женщина обходит по 4 адреса. Наталья Волкова, Конышко-Сбеков, Петропавловск, 24КЗ. Трактор собственного производства. Квадроцикл из старого москвича и мотоцикла. Борис Бабинский из Шаманайхинского района на востоке Казахстана сам мастерит всю необходимую технику для домашнего хозяйства. Для этого ему достаточно металлолома. В гостях у местного Кулебина из села Выдриха побывала Аннелия Синбердина. В селе Выдриха Борис Бабинский самый нужный человек. Именно к нему идут люди с просьбой помочь наколоть дрова или привезти сено. Благо вся техника у умельца в наличии. Причем собственного производства. 20 лет этот двигатель ездит, ни разу не сломался. Масло от замены до замены. Этот трактор полностью разработкой инженера-самоучки. Собирал он его 5 лет. Позже и навесное оборудование к нему мастер сделал самостоятельно. К примеру, дровокол. Их у него даже два вида. Механический и гидравлический. Оба экономят силы и время, убирая ручной труд из повседневной жизни сельчан. Ставишь сюда чурку, сразу колет на 4 части. Вот гидравлик. Вот эта навеска опускается, чурки накладываются. Увлекся конструированием Борис еще подростком. 15 лет собрал свой первый трактор. С детства у меня от дядьки, от кого досталось конструирование. В школе тоже не сказать, что был отличником. Не сказать, что там математики. Вот этот я без интернета вообще все собирал. То, что как получится, так и по этому самому примерял. Не знаю. И благодаря своим навыкам мастер сэкономил уже миллионы тенге. А вот эта вся навеска стоит 2 миллиона. Вот это все, да, чтобы... А это все, если у меня отцепляется, зацепляется, как быстро съем. А сколько вышло? А я все с металлома варил, я не знаю, может, неделю варил, две. Теперь с помощью этой техники еще и зарабатывает. Хотя чаще просто так помогает родственникам и соседям. Вячеслав Шушаков, племянник Бориса, дядей гордится. Круглый год, как вот особенно сезонные работы идут, надо испахать и землю, картошку посадить и выкопать. Вот такие моменты. Есть фреза тоже. Всякая разная, еще не только пашет он, а еще землю смельчает. Специальная фреза есть. Круглый год почти обращается. Зимой вот снег вычистить, где надо и так далее. Увлекается Борис и пчеловодством. Чтобы ездить на отдаленные пасеки, сконструировал даже квадроцикл из запчастей от «Москвича» и «Мотоцикла». Десять лет на нем езжу, еще как собрал, ни разу ничего не делал. Техника такая и должна быть. Простая и надежная, уверен умелец. В планах у него теперь сделать вездеход, которому не страшны ни снега, ни грязь межсезонья. Анна Александровна, Дмитрий Пыхтин, Восточно-Казахстанская область, 24КЗ. В Алматы состоялся предпоказ нового казахстанского реалити-шоу «Кунар Плюс». В проекте участвуют три семьи, которые будут бороться за приз в 10 миллионов тенге. В их распоряжении 30 овец и две коровы, а также звездный помощник. Проект направлен на популяризацию животноводства и фермерства среди молодого поколения. Сегодня на телеканале «Хабар» в 19.00 стартовал первый выпуск. Реалити-шоу снимается в селе Ахсенгир Алматинской области. В нем принимают участие три семьи – многодетная, молодая и одна, участвующая в программе с дипломом в село. Идея проекта принадлежит фермеру Женебеку Кенжибаеву. Шесть лет назад он переехал из Астены в Туркайские степи и добился успеха в животноводстве. Понимая, что отрасль нуждается в поддержке, он решил поделиться знаниями и воспитать любовь к фермерству. Находясь в глухой степи, возникла идея помочь в первую очередь многодетным семьями и молодым специалистам в создании комфортных условий для них посредством сельского хозяйства. Я ведь сам сельхозник, фермер, поэтому вот эта идея, она сквозь призму сельского хозяйства у меня возникла. Предпоказ первого выпуска прошел в кинотеатре. К слову, там и проходил мастер-класс по работе с шерстью овцы. Все это было сделано для того, чтобы передать атмосферу реалити-шоу. Участникам будут выделены 30 овец и две коровы. Специалисты отрасли обучат их тонкостям ухода за животными, а ведущие звездные гости отвечают за интересное содержание, рассказала президент общественного объединения Кунар Креэйтив Акеркета Тишева. Показать, как можно этим заниматься современными методами, чтобы животные меньше болели, чтобы больше приплода было. И как раз этот проект направлен на то, чтобы популяризировать вот это красивое дело. Надеемся, в сердцах зрителей оно тоже найдет свое теплое и уютное местечко. В конце сезона семья, собравшая наибольшее количество приплода, получит внушительный приз в 10 миллионов тенге. Реалити-шоу Кунар Плюс состоит из 24 серии и транслируется на телеканале Хабар дважды в месяц по воскресеньям в 19.00. Алия Феликс Казамухит, Кудукбаев, 24КЗ, Алматы. Сегодня участницы конкурса Елюрда Аруэ посетили столичный реабилитационный центр для пожилых. Они провели субботник на прилегающей территории, а также организовали концертную программу и праздничный дастархан для прибывающих. Отмечу, с начала года девушки провели больше 30 благотворительных мероприятий. На самом деле не всегда не хватает поддержки, потому что центры созданы на личной инициативе. И вот такой замечательный подарок в честь празднования Дня Республики, конечно, только радует нас. Мы часто инициируем благотворительные мероприятия. Сегодня, например, мы поздравляем пожилых людей с прошедшим Днем Республики. Я считаю, мы должны показывать на своем примере, что сегодня важно проявлять заботу о старшем поколении. Это были все новости к данному часу. Будьте в курсе главных событий с 24КЗ. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»